В деле последовательной борьбы муниципалитета с хаотичным размещением нестационарных объектов торговли сделан очередной шаг вперед. Городские власти презентовали схему размещения таких объектов. Для того, чтобы узнать, законно или незаконно какой-то киоск или павильон появился на городской земле, достаточно адресоваться к этой схеме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы никогда не найдем на ней тех легких металлических конструкций, с незаконным размещением которых уже давно борется муниципалитет. Территория вокруг центрального рынка – яркий пример того, как высокий трафик потенциальных покупателей и погоня за легкой наживой толкают предпринимателей к самозахвату казенной земли. Снос таких объектов находится в ведении соответствующей комиссии мэрии. Прошу голосовать, кто за демонтаж Мичурина 12. Против? Воздержались? Принято решение о его демонтаже. Убрать нестационарные торговые объекты самозахватом, размещенные на муниципальной земле, вовсе не значит навсегда избавиться от них. Тяжелегкие конструкции вырастают на прежних местах, как грибы после дождя. Вы продавец от кого? Ну, от предпринимателя. Какой предприниматель? Ну, он сейчас за товаром уехал. Ну, вы не знаете? ИП какое? Я вот не помню. Не помните? Вы здесь осуществляете торговлю? Нет. Нет, да? А кто? Волотошу. Вы здесь осуществляете торговлю? Нет. Не вы, да? Все убежали. Все убежали, все испугались. Представленная на широкий суд общественности схема размещения нестационарных торговых объектов на берегу снимают все вопросы о законности таких построек на муниципальной земле. В схему включено порядка 3,5 тысяч киосков, павильонов, палаток, автолавок, автофургонов и даже елочных базаров. Чтобы оценить легитимность расположения торговой точки, достаточно соотнести ее размещение на местности со схемой. И в случае, если по факту на конкретной территории обнаружено 11 объектов, вместо заявленных на схеме 9, надо обращаться к администрации, либо к нам мы передаем автоматическую информацию в районную администрацию, и специалист районной администрации обязан выйти незамедлительно и составить акт о выявлении самовольного объекта. Результатом актирования самовольных объектов в 98% случаев становится их демонтаж. Впрочем, схему утвержденного расположения нестационарных торговых точек выполняет не только надзорную функцию. Ее можно использовать как инструмент планирования развития бизнеса. На схему нанесены как действующие торговые объекты, так и пустующие места для их размещения. И этим может воспользоваться предпринимательское сообщество, обратившись к нам, либо в район, смотря какой-то объект, если мобильный, то в район, если нестационарный киоск-павильон, то к нам, пишут заявление на размещение, на заключение договора, и можно размещаться. Важно! На схеме речь идет о размещении нестационарных объектов на муниципальной земле и так называемых неразграниченных землях, право распоряжаться которыми принадлежит городу. Что касается земель, находящихся в частной собственности, включая земли придомовых территорий, здесь совсем другая история. Территория вокруг домов является в общей долевой собственности собственников помещения этого дома, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. На эти территории мы не имеем полномочия регулировать размещение стационарных объектов. Впрочем, частная ли казенная земля? Мэрия намерена работать над наведением порядка повсеместно, ведь впереди у Новосибирска важные события. Внешний вид города – это крайне важно, учитывая то, что мы идем к чемпионату мира по хоккею 23-го года. Мы принимаем сегодня, утверждаем программу оформления города Новосибирска. И здесь вот это необходимая составляющая внешнего вида Новосибирска. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.